Привет, мои любимые слушатели! Сегодня тема нашего расклада будет такой вопрос о тайне вашего врага. То, о чем вы вообще не можете знать, но оно есть. Что в его жизни происходит, какие может быть секреты, что-то вообще интересное вам, да? Смотрим. Так, выбирайте своего врага, три человека. Начнем с первого. Враг номер один. Какие тайны ты скрываешь? Что с тебя там происходит интересного? Сейчас посмотрим. Он торопится, вот этот ваш враг, он сильно торопится, какие-то дела. У него по судьбе есть, может быть, еще один враг, либо это вы. У него по судьбе он не может жить в нищете, он не должен жить в нищете. И он очень стремится к тому, чтобы у него всегда были деньги, всегда была финансовая стабильность. И он сейчас очень торопится, какие-то дела делает, связанные с мужчиной. А мужчина может быть, знаете, как по роду, либо отец, либо брат. Поэтому сейчас он какие-то предпринимает, какие-то шаги. Может быть, он ему даже поможет. Здесь ему надо принять решение. Все будет зависеть только от него. И он это очень хорошо знает, понимает. Но ему, его отец или там, его человек, которого он доверяет, у него авторитет, он ему говорит, что надо действовать быстро, под шумок и хитро. Поэтому ваш враг предпринимает что-то. Сейчас мы посмотрим, что конкретно. Но делать он это будет хитро достаточно и быстро. Он поддерживает еще связь с людьми на расстоянии, консультироваться может, узнавать у них какие-то новые, новую информацию. Ему помогают люди, те, кто на расстоянии. И сейчас у него заканчивается какой-то путь вашего врага. Рядом с ним есть человек солидный. Может быть, знаете, он служит закону или, может быть, при погонах, а может быть, он какими-то юридическими знаниями обладает. Этот человек очень сильно им манипулирует вашим врагом. Прямо крутит, отвертит как хочет. И ваш враг ему подчиняется. Закрывается. Он ему показывает, как надо закрываться, прятаться, как надо хитрить, что надо делать. Он ему помогает решать вопросы. То есть, ваш враг, он не один. Рядом с ним человек достаточно мощный и сильный. И, может быть, вы не знали, что вы воюете не против одного человека, а против вашего врага и его союзника. Вот так можно сказать. У него по судьбе должны быть деньги у вашего врага. Всегда. И причем у него деньги не должны заканчиваться. То есть, это у него по судьбе. И, чтобы он не делал, как говорится, у него всегда будут деньги. Есть у него друг, который его очень сильно защищает, закрывает. Друг старый, с детства, может быть, знаете, с юности. То есть, выручает, такая, выручает, человек-выручайка. Сейчас ваш враг почувствовал, что есть момент к победе. Он почувствовал себя, что вот-вот поймаю птицу удачу и выиграю. Поэтому он торопится. И его еще как нагрегатор, его человек, его партнер. То есть, он почувствовал, что сейчас у него возможность вас обыграть. Поэтому он прилагает все усилия. Но действовать будет хитро. У самого у него хороший тыл, это его семья, у вашего врага. Он опирается на свою семью. Это, как сказать, его надежда и опора. Неожиданно у вашего врага какие-то будут перемены, связанные с его другом. Большие перемены у друга. И как будто судьба будет забирать, закрывать этого друга, потому что ему дают какие-то свои проблемы, которые он должен решить. И ваш враг, он не хочет жить в стабильности. Ему не нужна стабильность. Он все время ждет каких-то приключений. Но судьба распоряжаться сейчас будет иначе. Она его погружать будет в какую-то стабильность, наоборот, то, что он не хочет, а давать ему какую-то стабильность, от которой он прячется, уходит. Я бы, знаете, как сказала, вот у него есть друг вот этот, который занимается юридическими какими-то вопросами, да, у них какой-то союз. Либо это, знаете, родственник, там, жены, допустим, папа жены, или папа, там, мужа. То есть, это родственные какие-то связи, поэтому здесь они не могут порвать эти отношения, и здесь однозначно человек постоянно будет выучать, помогать, потому что это как союз. Опять показывает, что у вашего врага дома все хорошо, он запутался, он сам не может решать проблемы, поэтому он обращается к своему человеку, потому что он сам не умеет так, как он, глобально мыслить и решать эти проблемы. Хотя, на самом деле, было бы намного проще бы ему, если бы он видел все и не было бы никаких проблем. Ваш враг создает проблемы, потому что торопится, он ломает дрова, а потом бежит к своему покровителю и просит его решать эти проблемы. Да, у него мужчина, именно мужчина, его закрывает, спасает и является его щитом. Есть у вашего врага человек, который им манипулирует в семье, и этот человек, я бы сказала, что умеет колдовать. С чем-то, знаете, занимается какими-то практиками у него человек, в его окружении. Так, я бы еще сказала, что у них в семье или в роду кто-то может это делать, но у них в прошлом кто-то заключил сделку с дьяволом, можно так сказать. поэтому у них всегда деньги есть, всегда при любом раскладе в семье царит порядок, покой и изобилие. Ну, так как сделка с дьяволом. чтобы добиться успеха, ваш враг сейчас принимает решение и решение будет конкретным, быстрым, вы о нем скоро узнаете, потому что его подталкивает его партнер на решение этого вопроса, ему нельзя затягивать, он должен сейчас его решить. и это будет война против вас, как говорится, неожиданный какой-то с его стороны, со стороны вашего врага, в сторону вас какой-то неожиданный удар, поэтому будьте внимательны. Ваш враг, его закрывает семья, опять они об этом говорят, что значительную роль играет семья, это его тылы, какие-то деньги в скором времени к врагу придут, и у него еще есть враг, помимо вас, у вашего врага есть враг, который нападает на него из-под тишка на вашего врага, неожиданно, строит ему мелкие пакости козни, но здесь он его не боится особо, не считает его таким ярким, яростным врагом. Здесь у него ваш враг вообще полная характеристика, то, что он трус, потому что здесь показывают карты, когда человек сам создает проблемы, а он не умеет решать, решает этот человек, его партнер, мужчина, который рядом, с которым у них там какие-то отношения, либо это по роду, либо это какой-то там, не знаю, муж-жена, человек, который защищает, закрывает эти, решает проблемы из-за него, поэтому вы, по сути, воюете не с одним человеком, и ждите какой-то в ближайшее время удар. Вот это карта оккультных наук, карта магии, мистики, и она, вот эта тайна, самая главная вашего врага, о том, что у них в роду кто-то магичит, кто-то делает какие-то привороты-отвороты, привлекает удачу, открытие дорог, и это благополучие ложится на всю его семью, поэтому будьте внимательны. Так, номер два, тут у меня внезапно показалась свеча, нам надо, чтобы она загорелась. Так, номер два, посмотрим, да, тайны, что, что скрывает, что у них там происходит, это именно сейчас, на сегодня, неделя, да, вот так вот, сейчас в одиночестве, ваш враг в одиночестве решает какие-то проблемы, связанные с деньгами, очень сильно глобальный яркий вопрос, связанный с деньгами, человек нуждается в острых деньгах, и решает этот вопрос, как говорится, на повестке дня, сейчас он все свои силы направляет на то, чтобы найти либо новый заработок, либо что-то, какой-то, может быть, хобби заняться, что-то как-то, ищет пути, как заработать, но у вашего врага на самом деле большие проблемы, карта больших проблем легла на его повседневность, и получается, что он не может из этой повседневности, из этого, из этих проблем выкарабкаться, ищет пути, как бы заработать, бывает даже хитрит, бывает обманывает, все делает для того, чтобы достичь своей цели, и здесь у него надо решиться на что-то, вот сейчас ваш враг принимает решение, надо на что-то решиться, и это связано с деньгами, с большой крупной суммой денег, посмотрим, о чем речь, у него есть какой-то оберег, он вообще закрывается, защищается, старается особо не высовываться, у него есть друг, который постоянно его куда-то торопит, друг такой, знаете, торопыга, что ты сидишь, давай, 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 делай, что ты думаешь, такой странный у него дружок, но ему повезло вашему врагу с его отцом или братом, у него кто-то есть близкий человек, или отец, или брат, который достаточно авторитетен, человек, который всегда с деньгами умеет, зарабатывает, откладывает, и в тяжелые моменты для вашего врага он может ему помогать. Да, здесь показывают, что вашего врага его защищает, оберегает либо брак его, допустим, супруга или супруг, либо кто-то в роду, но это именно защищает, скорее всего, это вот этот мужчина, потому что он везде идет, то есть это может быть, знаете, тесть, или там свекор, или муж, то есть какой-то авторитетный человек в семье, который всех держит под контролем и всех закрывает, защищает, беспокоится за всех, как кучка. Ваш вот этот враг, он надолго без денег, вот это не сейчас, это не вчера, это надолго, этот путь без денег длится долго, и вот ему сейчас уже припекло над этот вопрос деньгами решать, сейчас на данный момент ваш враг нуждается очень сильно в деньгах, и ищет момент, как бы заработать, деньги найти, он считает, что ему может помочь только через интернет какие-то связи, допустим, торговля через интернет, только так сейчас он может выплыть, только так он может себя спасти, большие перемены в доме у него сейчас у вашего врага, очень большие, тут может быть раскол в семье, развод идти, то есть здесь может быть хоть что, потому что здесь большие перемены именно в доме, где он живет. да, и вот он сейчас ваш враг думает, как заработать, ищет пути и склоняется к какой-то одной версии, потому что для себя он находит только один путь, это торговля через интернет, у него много проблем, которые он старается решать, как бы не выпячиваясь, не высовываясь, как-то тихонечко, делает это все один, он вообще здесь в одиночестве, то есть несмотря на то, что в роду какой-то мужчина помогает, он старается от него не зависеть, показывать, демонстрировать, что я сам, я сделаю все сам, я могу, я могу, вот, поэтому здесь идет какое-то, знаете, противостояние, тут идет такое, что человеку говорят, да ты сам ничего не можешь, да ты даже денег не можешь заработать, какой же ты мужик, или там кто, почему за тебя все делать должны, то есть ему это тыкают, и ваш враг уже устал от этого противостояния, пытается доказать, что он может заработать, так, будет очень много работать, трудиться, стараться все-таки показать, продемонстрировать, у него вот близкий человек, с которым он в связи, очень хитрый, он пытается везде наладить отношения, бегает от родственников к нему, пытается всех успокоить, но здесь мужчина, он очень у них властный в семье, очень тяжелый, поэтому у них идет как периодически конфликты, но это он должен это пережить, это ему по судьбе, то есть здесь с одной стороны его семья это ты, а с другой стороны здесь, как знаете, наказание, потому что постоянно ты что, ты что, ты что, можешь, ты когда деньги заработаешь, но человек будет держаться, потому что он пытается все равно найти эти моменты, большие перемены у него будут, у него какой-то вашего врага сейчас назревает большая вражда, и он к ней сейчас вообще не готов, ваш враг пока даже не понимает, что будет, здесь как будто вы впереди, все еще впереди, большой-большой конфликт, все еще впереди, и денег как не было, так и не будет, пока нет, вот он ищет путь, а денег не будет пока, он пытается, пытается, но не может из этого выйти, но это его наказание, это ему бумеранг, вашему врагу прилетел такой бумеранг, знаете, как оставайся без денег, вроде все с деньгами вокруг, в семье все хорошо, а ты не можешь никому доказать, что ты можешь заработать, ему надо все-таки вашему врагу, такая ему наверное идет подсказка, он интуитивно чувствует, что надо разрубать все эти, всю войну, контакты, вражду, и все-таки освобождаться от врагов, потому что ему сейчас надо все силы, энергию бросать на зарабатывание денег, ваш враг сейчас сидит, грубо говоря, на месте, и он воевать-то не готов, у него конфликт с домом, с мужчиной, и вот это безденежье, он из него пытается выйти, но не может, потому что дороги закрыты, это бумеранг он прилетел, это ему такое наказание, вот эта карта говорит про вашего врага, что он в одиночестве, он в одиночестве, и от него все зависит, но он, как сказать, ваш враг на самом деле, человек, у которого есть компас и стержень, его очень сложно сломить, так, человек номер три, так, посмотрим, какие тайны ты скрываешь, что у тебя происходит, что у тебя происходит на сегодняшний день, это на сегодняшний день, слышите, у вашего врага сейчас очень большие проблемы, прямо жуткие проблемы у вашего врага, самые худшие карты сразу же полезли, период трансформации, период больших, знаете, когда беда за бедой, когда град, вот проблема идет, просто сейчас уже это идет, и это по справедливости, это по судьбе, это большой жесткий бумеранг ему прилетел, хотя он предчувствовал, он знал, что это возможно, у него были звоночки, но он их игнорировал, он думал, да ладно, да не со мной, а ну вот, легло ему, знаете, как сильно, у него сейчас реально это надолго, этот период надолго, это на несколько лет, а он даже этого пока даже не осознал, вот он его сейчас накрыло, прям, знаете, открывай ворота, пришла беда, открывай ворота, это про него сейчас, и это надолго, он не может этого осознать, ему надо понять, решиться, он не знает, он не знает, у него есть рядом друг, который его выручает, спасает, он его ценит, этого друга, но друг, как сказать, это не способен его оттуда вытащить, причем друг ему помогает, как-то материально, может быть, деньги дает, может быть, продуктами, там, не знаю, какими-то благами помогать, пытается его вытащить, то, что ваш враг затевал какие-то, как это сказать, реализацию планов, какие-то ставки, все накрывается медным тазом, он вошел в какой-то период самоиллюзии, самообмана, он сам поверил в какие-то иллюзии, и пошел вообще не той дорогой, причем, это опять они показывают это надолго, вообще надолго, у него был момент, шанс одержать победу, но это было не быстро, это, как сказать, это вспышка была, да, порадовался и хватит, и теперь пошли вперед трансформации, он почему-то мечтает, считает, что ничего, никуда его радость, счастье не делись, что все с ним, у него после вкуса еще осталось от победы, да, что это продолжаться будет вечно, но он ошибается, он сам себя загоняет в иллюзии, это все закончилось, радость ушла, а он в это поверить не может, потому что вот они сейчас начались, эти проблемы, ему надо научиться вообще смотреть на мир шире, не дальше своего носа, он ваш враг дальше своего носа не видит, его жизнь специально бросает трансформацию, чтобы он научился видеть широко, да, глаза, блин, открой, как говорится, но у него есть защита, у вашего врага есть защита, причем мощная, он либо сам ее ставил, либо это по роду, но это отдельно надо смотреть, но сейчас период будет, когда, знаете, за все мы хватаемся, любую работу, но она не приносит то, что он хочет, заканчивается период удачи, заканчивается, может сказать, уже закончился, и он у нас, ваш товарищ, вступая в период, когда его будут окружать друзья, мнимые друзья, вот, хитрые, коварные, которые вводят в самоиллюзии, которые говорят то, что он хочет услышать, манипуляторы, то есть по судьбе приходят вот такие мнимые друзья, и еще ваш враг нарушит закон, и еще ваш враг переступит дорогу к какому-то значимому человеку, именно мужчине, тем самым спровоцирует большой конфликт, это тоже, мало того, что трансформация, так у него еще будет большая проблема с мужчиной, служит которой закону, может быть, знаете, перейдет грань закона ваш враг, и тут у него еще проблемы с законом начинаются. не может, он не сможет выйти из этого, как он хочет, это бесполезно, он увидит, кто у него друг, а кто у него враг, а враг, он сам себе создаст врага, и не будет понимать, как с ним бороться, что с ним делать, еще хочу сказать у вашего врага проблемы в доме, с половинкой со своей, с любимым человеком, человек ему изменяет, человек вводит заблуждение, у человека своя жизнь, которую ваш враг не знает, там измены идут, так, у вашего врага есть манипулятор, который активно им пользуется, но он как бы об этом в курсе знает, что им пользуется, не сопротивляется, что-то у друга какие-то, у вашего врага есть друг, у которого все хорошо, вот этот друг, которому помогает, у него все хорошо, просто говорят, что на фоне вашего врага у друзей это неплохо все, да, у него в доме вот именно личные отношения, да, в личных отношениях, человек идет как враг и как изменщик, предатель, но он об этом не знает, скорее всего, пока еще, то есть его накрывает со всех сторон, во-первых, период трансформации, во-вторых, ссорится с каким-то человеком, который служит закону, в-третьих, нового врага обретает, плюс в доме измены идут, плюс еще не может он выйти, выбраться из этого никак, ближайшие там несколько лет и он узнает в конце концов, что у него есть дома измена, узнает об этом, то есть у него под концовку, он еще узнает, что дома предатель, человек, которого предает, в его же доме, то есть измена происходит в том доме, где он живет, на той кровати, грубо говоря, и здесь маленький шанс будет дать на то, что все закончится, и это все по справедливости, ну вот, такие у нас были враги, да, посмотрели, ну вот, поэтому смотрите, если есть возможность посмотреть, да, узнать, напишите потом в комментариях, от себя желаю мира и добра, берегите себя, пока, пока,